Уважаемые коллеги, добрый день, и мне приятно, что мы встречаемся с вами регулярно, значит, на этой школе. Это уже одиннадцатая по счёту. Я хочу вам сказать о том, что модным стало сейчас слушать наши школы в онлайн-режиме. Сейчас только что мне доложили, 208 человек в онлайн сидят и нас слушают в этом плане. Чем, например, оффлайн вот так прийти сюда? Ну что ж, это тоже, как говорится, современный мир, современная жизнь, современный образ жизни и тому подобное в этом плане. Поэтому спасибо большое, что вы пришли, и мы сегодня в нашем обычном режиме будем говорить. Я знаю, что некоторые из вас повторно приходят на наши мероприятия, эти школы являются постоянными участниками. И так как я уже однажды вот такое мероприятие проводил с этим докладом, я сегодня его изменил несколько и так далее, для того, чтобы были новости в этом отношении. Этот доклад, как вы видели в программе, стоит целый час. И я сразу хочу сказать, что никакой финансовой заинтересованности нет в этом докладе. И благодаря этому докладу, соответственно, Министерство здравоохранения зарегистрировало наше мероприятие и вам выдаёт вот эти заветные баллы. Если бы это было тоже от какой-то компании, вряд ли, конечно, можно добиться у них этого. Поэтому, значит, и так, интереснейшая тема, с которой, естественно, мало кто выступает и так далее. Но для врача хотя бы в общих чертах себе представить бета-клетка, что с тобой, что это такое стресс эндоплазматического ретикулума бета-клетки и как влияет вот этот стресс эндоплазматического ретикулума, например, на секрецию инсулина. Тайна из тайн, правильно? А я вам должен сказать, что биосинтез инсулина, вам хорошо известен, это действительно очень сложный процесс, очень сложный механизм, который, хоть и часто активно демонстрируют, и в общих чертах вы видите, да, глюкоза, естественно, уровень глюкозы, глюкозозависимая секреция инсулина. Да, здесь вовлекаются различные, как говорится, системы, в том числе инсулинотропные, глюкогомоподобные пептиды, да, ГПП-1, в частности, глюкозозависимый инсулинотропный пептид и так далее. Но в любом случае, обратите внимание, что здесь присутствует 11-я хромосома, матричная РНК, которая способствует синтезу препроинсулина, да, накапливается, значит, ДПО, который потом, значит, соответственно, уже отщепление идет определенного сегмента на проинсулин и так далее. Сам проинсулин, вы видите, на цепептид, естественно, 14-й вот такой аминокислотный отрезок, и дальше, значит, сохраняется инсулин в этом плане, которая произошла секреция. Здесь идет биосинтез, вопрос секреции пока здесь не стоит, как идет вот этот процесс. При сахарном диабете даже биосинтез нарушен. И если мы посмотрим, посмотрите, наследственный генетический дефект, уже непосредственно затрагивающий 11-ю хромосому, матричную РНК, которая приведет к тому, что нарушается созревание этих секреторных гранул, то есть, которые должны привести к тому, чтобы накопились созревшие про, скажем, инсулин и так далее, которые станут основой для секреции, для синтеза инсулина. И вы видите, в том числе, значит, таким образом начинается полное нарушение созревания самого прогормона, а дальше и нарушение созревания секреторных гранул, которые по ходу созревания приближаются к клеточной мембране бета-клетки, ожидая, естественно, секрецию, о которой чуть-чуть час попозже. Вы обратите внимание, каковы функциональные способности бета-клетки? Потрясающие. Вы видите, одна бета-клетка способна синтезировать миллион молекул инсулина. Причем, какой временной отрезок? В одну минуту. Миллион, вот так значит, молекул. Если мы посмотрим, значит, что у здорового человека поджелудочной железы имеется практически миллиард, миллиард бета-клеток, за год они создают, вы секретируют, больше инсулина, чем песчинок на любом пляже, в любой пустыне мира, в том числе Сахара. Когда внедритесь в эту ситуацию, вот что может быть за за год всего лишь, тогда что с тобой, снова о чем я начинал с этого, бета-клетка, что ты, имея такие способности, можешь вообще прекратить секрецию инсулина или снизить в этом плане? Вы обратите внимание, что клеточный стресс и глюкозотоксичность могут привести, естественно, вот к тем изменениям, которые происходят с бета-клеткой. Смотрите, гипергликемия. Итак, гипергликемия. Она возникает, естественно, на фоне приема пищи чаще всего, скажем так, относительно даже здоровые люди, переедая, значит, большое количество. Вы посмотрите, вы видели, как люди присасываются к бутылке 0,33 или жестяной баночке Кока-Колы? Вы представляете, да, вот там 14 кусков сахара. Ну, скажите мне, да, железа, которая вырабатывает в минуту, как говорится, миллион молекул инсулина, конечно, она из кожи будет лезть и для этого удержать, но ведь возникает же стрессовая ситуация в этом плане, о которой мы будем говорить. Клеточный стресс какой клетки? Бета-клетки. И при гипергликемии именно бета-клетка подвергается вот этому повышенному метаболическому воздействию. А это же метаболизм, это огромное количество глюкозы, и это активирует несколько путей сигнальных, которые вызывают для этой клетки стресс. Вот именно клеточный стресс возникает. А клеточный стресс дополнительно как бы ухудшает функцию этой бета-клетки. И вот выживаемость начинает снижаться в такой клетке. Мы говорим, вот эта атака глюкозой, атака, которая из внеклеточного пространства привела к таким образом вот к этой глюкозотоксикозу, глюкозотоксичности. И эта гипергликемия, к сожалению, вот при метаболическом таком стрессе на клетку сопровождается не только углеводистым, как говорится, вот таким воздействием, но здесь и смотрите, свободные жирные кислоты, ну они же все, пища, вот это неуемное количество, скажем, потребления всего этого, это тоже вызывает дисфункцию. С одной стороны глюкозотоксичность, с другой стороны липотоксичность. Правильно? Вы обратите внимание, какое количество сегодня в нашем рационе продуктов сладкожирных. Сладкожирных. Не то, что отдельно какая-то сладость, они просто вместе в этом плане. А свободные жирные кислоты, как говорится, хотя и казалось бы, для них бета-клетка вроде бы и не мишень. Бета-клетка, чтобы инсулин выработал, да, в этом плане. Но вы обратите внимание, если гипергликемия одномоментно, посмотрите, ассоциируется с этим свободным СШК, вот тогда это мощнейшая атака. Так-то отдельно может быть. И вы читаете, да, в последнее время, сколько работ появилось о том, что мы ошибочно думали, что сливочное масло вредит, животный жир нам нельзя и так далее. Совсем вы читали новейшие исследования, что нам надо использовать сливочный жир и не отказываться от него. Вот как все меняется, казалось бы, в этом плане. А вот секреция инсулина. И вам она хорошо известна. Глюкоза. И вот что происходит, когда вот это в крови уже уровень глюкозы определенный. Вы же помните, что, соответственно, АТФ-зависимое калию. Как он, глюкоза? АТФ. АТФ повышается. АТФ-зависимые калиевые клетки закрылись. Открылись АТФ-зависимые кальциевые каналы на клетке. И вы обратите внимание. А мы знаем, что вне клетки тысячу раз концентрация кальция выше, чем внутри клетки. И, естественно, насос будет работать внутрь клетки. И вы обратите, пожалуйста, как кальций, уже влияя на всевозможные ферментные системы в этой клетке, такие как протеинкиназы, эндопептидазы и так далее. Вот вам и, пожалуйста, как способствует протеинкиназы. Готовый инсулин секретируют. Эндопептидазы, если еще недостаточно этого готового инсулина. Но, например, раз и на проинсулин отщепление таким образом С-пептида и его, значит, вывод и тому подобное. Но, но ведь как все это? Это что, чисто глюкоза только? А вы посмотрите, мы имеем еще кучу плотность рецепторов на бета-клетке, кучу других. Обратите внимание, рецепторы для нейропептидов, холецистокинин, вазопрессин, вазоинтестинальный пептид, ацетилхолин. Вы посмотрите, они будут влиять, и вы видите, плюс, стимулировать таким образом. Посмотрите, фосфатидил и нозитолы. Это хорошо бы запомнить. Вы помните, когда говорят, что, например, каждый, значит, скажем, гормон, каждый гормон, да, имеет вторичного посредника, если его рецептор находится на клеточной мембране. Вот он связался с клеточной мембраной. А кому он шепчет, что делать внутри клетки? Это кортизол, это тероксин могут внутрь клетки, это половые гормоны. У них рецепторы внутри клетки, вошел свободно, через клеточную двуслойную мембрану, вот эту липидную. А инсулин не может. Он не жирорастворимый, он не липофильный гормон. И так, как и многие другие. Значит, они должны иметь некоего посредника. Понимаете? Для всех гормонов, вы помните, со студенческих лет, циклический аденозин монофосфатаза, циклический АМФ. Для каких-то, в частности, желудочно-кишечных, кальций. А вот кто для инсулина? Вот он, фосфоинозитол. 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 Вот вам и пожалуйста, как значит связь, и вы видите, восстанавливает и стимулирует таким образом, опять же, эти процессы для секреции. А вот, пожалуйста, которые подавляют таким образом секрецию инсулина. Тоже нейропептиды, МПА, лептин, глюкогон, катехоламины, например, адреналин, там, норадреналин и тому подобное. То есть секреция инсулина сложнейший механизм таким образом, который, в принципе, осуществляется хешосекундно, можно сказать. Да мы сейчас увидим, что за минуты, что за, например, часы там и так далее. А при сахарном диабете, вы заметили, где наш, как говорится, дефект оказался? Вот он, вот он, вы видите, действие глюкозы, АТФ, закрытие калиевых каналов, открытие кальциевых каналов за счет деполяризации клеточной мембраны. Вот оно, диабет. Вот. И вызвало, значит, вот даже в этой части таким образом нарушение. Да, действительно, есть генетически детерминированные причины нарушения секреции инсулина. Никто это не отрицает. Посмотрите, сколько людей есть, которые постоянно, как говорится, на сладостях и так далее, но никакого диабета. А другой, как говорится, чуть ли не с детства, семь нянек вокруг кружились, вертелись, правильно, грамотно питали, а у него развился диабет. Генетические аспекты. То, что секреция инсулина контролируется определенными генами, генетически детерминированно, это факт. И при этом был осуществлен очень широкий, вот смотрите, геноманализ. И оказалось, что вот эта секреция генетически детерминирована, она, как говорится, связана с несколькими генетическими вариантами и очень высоким риском развития диабета в этом отношении. То есть адаптивные механизмы не могут, например, те или иные, например, вот этот в широком геноманализе найти, которые могли бы предотвратить. И большинство из этих выявленных генов, они как раз регулируют бета-клеточную функцию. Возможно, даже некоторые гены пролиферацию бета-клеток. Есть гены, которые защищают от апоптоза бета-клетку, а есть, которые запускают процесс апоптоза. Вот эту запрограммированную, ускоренно причем, гибель бета-клетки. И поэтому можно однозначно говорить о той гипотезе, что бета-клетка обладает способностью реагировать на длительный спрос. А спрос возникает, естественно, на фоне нашего пищевого поведения в этом плане. Ну и, конечно, длительный спрос и длительно может выдержать эту атаку, а потом рано или поздно могут возникнуть какие-то нарушения. Вот то, что я вам сказал. Секунды, минуты, часы. Вы только посмотрите, физиологические эффекты инсулина. Некоторые из них проявляются уже буквально в течение секунд. Некоторые из них требуют минуты, часа, а то и сутки. Давайте посмотрим. Смотрите. Гиперполяризация клеток. Усиление мембранного транспорта глюкозы в клетку. Ну или разные ионы там и так далее в этом плане. Смотрите, секунды. Секунды влияния инсулина. Инсулин зависимые ткани, инсулин зависимые клетки. И в них действительно происходит усиление. Для того, чтобы произошло мембранный транспорт, например, глюкозы, в те же миоциты, в те же гепатоциты. Для этого необходима гиперполяризация этих клеток. Вот в чем дело. Инсулин это осуществляет. И естественно, посмотрите, и в том числе ионы калия, ионы натрия, ионы кальция, ионы фосфора и тому подобное. Ведь инсулин оказывается такой гормон универсальный, регулирующий очень многие процессы. И вот вам жизнь клетки. Это секунды. А теперь посмотрите. Активация ферментов, стимулирующих анаболические процессы. И мы говорим, инсулин мощнейший анаболик. По анаболическому эффекту, по сути, инсулин приближается к гормону роста. Вы представляете? Вы помните, такое я отступление сделаю, момент, когда годы назад принято было говорить, пациентов с диабетом второго типа перевели на инсулинотерапию. Потому что комбинированная пероральная сахароснижающая терапия оказалась недостаточно эффективной. Да? А почему вы допускаете недостижение, скажем, компенсации? У нас же очень много больных со вторым типом на инсулине. И что, у них идеальная компенсация? Мы говорили о том, что мы тетравали. Они говорят, ну и что? А почему вы не тетравали до конца, пока не получите сахар крови на точках 5,6? Пока не получите постпрандиальную гликемию 8, 8,5 до 9? Мы говорим потом. Помните, что говорили? А мы говорили, что так уже пациент 60 единиц получает инсулина. А за сутки здоровый человек потребляет его железо, вырабатывает 40 единиц в среднем. 60 единиц уже. Но нам отвечали, так это инсулинорезистентность? Повышайте дозы до тех пор, пока вы не сумеете этот рубеж резистентности количеством пройти. 80, 100, 120. Говорили? Говорили. Иначе нам говорили. Это аморально. А зачем вы тогда на инсулин перевели? Он и на таблетках был некомпенсирован. Зачем вы сейчас вводите инсулин и сохраняете некомпенсированность? А сейчас уже прекратили эти вещи говорить. Говорят, да, базальный инсулин или такой, пожалуйста, но комбинируйте с таблетками и так далее. Старайтесь, потому что инсулин мощнейший анаболик. И оказались последние данные в 2015 году публикации монотерапии инсулином при втором типе частота рака, онкология. Потому что любой полип, будет он там в прямой кишке или в сигмовидной, или еще где-то и так далее. И он прореферирует. Но кроме того, что он активирует ферменты, стимулирующие анаболические процессы, он тормозит ферменты, которые катаболические процессы активируют. Таким образом, мало того, что инсулин мощнейший анаболик, он еще и антикатаболик. Вот в чем дело. А это минуты. За какие-то минуты уже активируются эти ферменты. Ферменты синтеза белка. А вы обратите внимание, например, на другой аспект. Активация, это если активация ферментов, а это активация синтеза ферментов, которые стимулируют эти анаболические процессы. Мало того, что их ферментную активность повышает, он еще и синтез их усиливает и тормозит синтез ферментов, которые катаболические процессы. А это уже часы. Он быстренько анаболизм сделал, а дальше такой рачительный хозяин потратил, повернулся, чтобы стимулировать теперь синтез. Но у нас, посмотрите, еще механизм какой, метогенез, размножение клеток, посмотрите, да, размножение, деление и так далее. А это уже сутки. А это уже сутки. Таким образом, вот у нас физиологические эффекты у здорового человека, инсулины, которые выполняют. Мы видели, это были, обратите внимание, да, физиологические, а теперь посмотрите его метаболические эффекты. Белковый обмен, мощнейший анаболик, только что мы видели, да, и вы видите обмен белка, значит, анаболические, поглощение, увеличение аминокислот, увеличение синтеза белка, подавление распада белка. И нуклеиновые кислоты, вы посмотрите, это же основа, по сути, рыбонуклеиновых кислот, дезокси рыбонуклеиновых, то есть ДНК, РНК. Это увеличение его синтеза, поглощение идет. Таким образом, этих нуклеиновых кислот и синтез обеспечивается РНК и ДНК. Но вернемся к тому метаболическому стрессу, глюкозотоксичность и липотоксичность, правильно, которые формируются, скажем, у диабетика, пойдем уже вперед, пойдем. Смотрите, вот в развитии этого метаболического стресса я уже начинал с того, что кока-колу, как говорится, присосались к целой бутылке. Что это из себя представляет? Нутриенты. Там сахар большое количество. Таким образом, пищевые продукты, нутриенты. Но, кроме того, в ходе этого метаболического стресса стимулируются всевозможные, скажем, клеточные функции, которые могут продуцировать цитокины, то есть клеточные, прогормональные, биологически активные вещества. Вы не забывайте, что та жировая клетка сегодня известна, что 600 гормонов и всевозможных биологически активных веществ вырабатывает. Еще лет 10 назад мы говорили 25, 3 года назад говорили 100, а уже, как говорится, сидели мы в Канаде, в Ванкувере, как заявили 600. Так вот, посмотрите, провоспалительные цитокины, интерлейкины, например, разные, фактор некроза опухолей альфа, скажем, и так далее. А в ходе вот таких процессов образуется оксидативный стресс, то есть формируется большое количество, накапливаются на фоне вовлечения этих нутриентов и так далее, накапливаются так называемые реактивные опасные формы кислорода. И вот они создают оксидативный стресс и стресс эндоплазматического ретикулума, о которой мы будем более детально говорить. Каждая клетка имеет эндоплазматический ретикулум. Мы увидим, что это за фабрика там, это микроскопическая, что там происходит и так далее. И вы посмотрите, есть очень сложное взаимодействие между вот этими стресс-сигнальными путями, которые могут привести действительно к постепенному истощению функции вот этих бета-клеток. И бета-клетка погибает, она теряет способность выживать. Мы посмотрим, какие есть факторы, которые могли бы сохранить, противостоять этому истощению. Смотрите, обычно мы говорим о том, что вот костная ткань у человека, да и у животных, процессы ремоделирования такие мощные, быстрые и так далее. Это факт. Если так не было, могли бы вот так грубым образом, значит, сверлить челюсти и людям, как говорится, туда какие-то металл-металлы вставлять и так далее, которые, мы говорим, импланты. И они приживаются, прорастают и так далее. О чем это говорит? О том, что в костной ткани ремоделирование удивительно мощное идет, как ни в одной. Но есть и ремоделирование сосудистой стенки. Да, не такое мощное. Но есть и ремоделирование, например, там миокарда после инфаркта, вы знаете, что там рубцуется как. Есть мнение, что у человека бета-клеточное ремоделирование очень слабое. Мол, почему гибель произошла, бета-клеток, новые не синтезируются, новые не формируются, все время, что бета-клеток, а вот что медленно. И на протяжении многих лет, пусть даже небольшая, но вот постоянно идущая вот эта гибель бета-клеток может в конечном итоге привести к тому, что общая масса бета-клеток уменьшается. А гипергликемия, сама мы видели, что метаболический стресс вызывает для бета-клетки, правильно? И может быть результатом самой бета-клеточной дисфункции мало бета-клеток, поэтому, как говорится, соответственно и гипергликемия наблюдается. А с другой стороны, смотрите, он ускоритель вот этого процесса. Вот вам какой роль гипергликемии, какую функцию выполняет? Глукоза стимулирует эти сигнальные пути, которые могут с одной стороны вызвать адаптацию бета-клетки, как выжить? Ну как, если на нас нападают, мы тоже адаптируемся, как себя спасать? Так и бета-клетка, это физиологическое явление, но в те же пути в конечном итоге могут и капаптозу привести в этой борьбе. Она не смогла, как говорится, выжить и выдержать в этом плане. Вот смотрите, мы говорим о том, что метаболический стресс и бета-клеточная дисфункция, таким образом, это серьезный процесс, который затронет эндоплазматический ретикулум. Ну вот смотрите, пищевое регулирование бета-клеточного стресса, мы говорили об этих нутриентах и так далее. Здесь вам четко все этот механизм и так далее, и метахондриальные пути, как говорится, гибели, вы видите, и вот этот стресс, скажем, вот, ретикулума, значит, да, эндоплазматического, вы видите, ретикулума стресса. То есть все здесь дается и роль свободных жирных кислот, высоких липотоксичность, и роль глюкозы высоких, глюкозотоксичность, и накопление, как говорится, продуктов гликозилирования, обратите внимание, да, и на фоне этого оксидативный стресс, но если мы перейдем к тексту, который здесь вы видите, то да, при диабете второго типа, по сути, клетка, бета-клетка атакована, этой хронической гипергликемией, и вот на фоне такого избытка, естественно, вот гликемии, глюкозы и тому подобное, нет даже возможности, плюс еще липотоксичность, и промежуточные продукты распада этих же жиров, свободных жирных кислот, приводят к накоплению агрессивных форм кислорода, или активной формы кислорода. Вот именно их накопление и способствует оксидативному стрессу. Как правило, пожилой возраст это оксидативный стресс. Что происходит с возрастом, почему мы стареем, седеем, морщины? Это накопление свободных радикалов. Вам понятно, почему такая мощнейшая реклама по телевидению, антиоксиданты, препятствующие этому оксидативному стрессу, наваливают на нас? Вы представляете, да, какие миллиарды получают они за это и тому подобное? Вот. Ну и, конечно же, вот это накопление вот этих свободных радикалов, этих активных форм кислорода, действительно усиливает стресс в эндоплазматическом ретикулуме. И, соответственно, приводит к бета-клеточной дисфункции. И, соответственно, к ускоренной гибели бета-клеток. Апоптос, давайте мы запомним, всюду вот так пишется, но мы прекрасно знаем, что это физиологический процесс. Когда же здесь имеется в виду, что это не запрограммированная гибель, когда здесь мы говорим, а преждевременная, чем эта программа. Вот в чем дело. Вот вы посмотрите, какова роль активных вот этих форм кислорода. Они очень губительно влияют на клетку. На клеточный, скажем, в скелет и так далее. Вы посмотрите, они накапливаются в митохондриях и в эндоплазматическом ретикулуме. А это накопление их в митохондриях, вы видите, что производит, да? Оно, по сути, поражает их. Ухудшается вся функция эндоплазматического ретикулума, которая так тесно связана, как говорится, с деятельностью митохондрии и тому подобное в этом плане. Мало того, что эти активные формы кислорода не только, по сути, губительно влияют на клеточную митохондрию, они в том числе и нарушают генетические, так называемые, скажем, процессы функционирования в этой клетке. Они могут, смотрите, ухудшать транскрипцию гена проинсулина. Вот и все. И как может быть тогда синтез, скажем, и так далее, инсулина, да, в этом плане? Они могут увеличивать деградацию матричного РНК, этого проинсулина. Вы только посмотрите. И повреждают ДНК липидов. Вот и поэтому все эти процессы, плюс провоспалительные цитокины, которые вот такая пораженная клетка продуцирует, они способствуют, естественно, преждевременной гибели бета-клеток. Вот они, активные формы кислорода, о которой я вам говорю. Многие из них вам хорошо известны, ведь в этом плане. Супероксидный радикал, перекись водорода, гидроксильный. Это вам хорошо известны. Но вы посмотрите, какое количество помимо него существует. Это нестабильные молекулы. И благодаря именно этим нестабильности своей, они обладают вот такими реактивными, агрессивными, как говорится, действиями, формами и так далее. Если мы посмотрим, например, вот супероксидный радикал и гидроксильный радикал, они инициируют процессы перекисного окисления в метафондриях клеток. Вы представляете, да? В эндоплазматическом ретикулуме. Это они усиливают проницаемость клеточных мембран. И в частности, конкретно, например, для ионов кальция. Здесь должно быть где-то, да, клеточные мембраны для кальция. И тогда усугубляется повреждение этих метафондрий, накапливаемых в клетке. Мы с вами должны помнить, что внутри клетки кальция в норме в тысячу раз меньше, чем во внеклеточном пространстве. И этот насос физиологически нарушен здесь. И уже посмотрите, кто привел, как говорится, к проникновению кальция. Вот эти радикалы в этом отношении. И вот это все усугубляет ухудшение. Эти же кальции тут же тоже повреждают эти метафондрии. Окисляется ядерная и метафондриальная ДНК. Вот обратите внимание. Вы здесь видите, например, вот если мы посмотрим, да, факторы, которые непосредственно влияют на генетическую, скажем, экспрессию. Это PDX-1, да, вот, то есть, если вы здесь посмотрите, да, вот откуда эта аббревиатура? Панкреас, Дуоденум, например, да, HOMEOBOX, HOMEOBOX-1. То есть еще по-русски так и говорят, HOMEOBOX, скажем, и так далее. Но что они делают, а также мафа? Если на ранних этапах формирования плода внутриутробно, где каждый орган должен зачаться из этой пищеварительной трубки, и вот образование панкреаса на раннем этапе, понимаете? Вот вам, пожалуйста, его активность, соответственно, влияет на формирование на начальном этапе поджелудочной железы. А мафа на конечном этапе. И вы представляете, да, что когда взяли мышинокрысины эксперименты, и у них создали, скажем, да, отсутствие вот этого PDX, например, да, что вы представляете, да, что вот такой модель, они рождаются и тут же погибают. Нет поджелудочной железы, не сформировалось. Таким образом, к чему я это говорю? Чтобы вы представили, что агрессивные формы вот этих кислорода, которые мы видели, накапливаются в бета-клетках, в других клетках, разными путями они могут быть. Это может быть аутоокисление глюкозы, это могут быть митохондриальные окислительные фосфорилирования, это может быть активизация никотиномидинуклеотидовосстановленного и так далее. Всякие оксидазы и тому подобное, необратимые продукты гликирования. И вот весь этот стресс приводит к тому, что активность вот этого PDX-1 и мафа, это ключевые транскрипционные факторы, как я вам показал, да, резко снижается. Ну а как тогда бета-клетки будут синтезироваться, образовываться и так далее? Ведь они же отвечают на раннем и конечном этапе формирования в целом поджелудочной железы и островкового аппарата в том числе. Вы посмотрите, мало того, что синтез и образование, тут еще и PDX способствует секреции инсулина, антиапаптозная и пролиферирующая деятельность в отношении островкового аппарата. И они поддерживают бета-клеточную массу, регулируют бета-клеточную восприимчивость к такому сложному фактору, как эндоплазматическому, скажем, стрессу эндоплазматического ретикулума в этом отношении. Вот вы видите то, что я вам сказал, да, панкреас, дуоденум, хомеобокс, скажем, да, вот так он называется. И вы посмотрите, его экспрессия, PDX, начинается в аппетели первичной кишечной трубки. Это что? Это около 30 дней эмбрионального развития, ограниченная область. Посмотрите, эмбрионные мыши, о которых я вам сказал, что мутация или отсутствие, нет морфогенеза поджелудочной железы. Посмотрите, во взрослом поджелудочной железе они формируются только в бета-клетках. О чем это говорит? Что они потом поддерживают, поддерживают, сохраняют, препятствуют апоптозу, гибели, адаптации на фоне определенных стрессов и тому подобное в этом плане. И он необходим для экспрессии нескольких генов бета-клетки. Никогда вы не должны забывать, что бета-клетка ведь не только инсулин вырабатывает, а амелин, например, да? А тут еще оказываются и белковые транспортеры, там глют-2, глюкокиназы и тому подобное в этом плане. А мафа, вот вы видите, то же самое, да, транскрипционный фактор, но он является фактором, который на конечной стадии дифференцировки бета-клеток, как я вам сказал, уже формирует, и здесь вам четко этот механизм представлен и так далее в этом плане. Ну и оксидативный стресс. Оксидативный стресс и бета-клеточная восприимчивость. Смотрите, взяли человеческие бета-клетки, островки, островки Лангерганса с бета-клетками, и их, как говорится, инкубировали в среде с высокой концентрацией глюкозы. Вот эксперимент. Как раз у человека это ин вива, а это ин витро. И увидели, что вот эта концентрация высокой глюкозы меняет экспрессию регуляторов апоптоза. Что он делает? Он повышает активность тех генов, которые приводят к гибели, апоптозу в этом плане. Он подавляет, вы видите, антиапоптотические, скажем, вот эти гены, которые препятствовали бы этому апоптозу, то есть это генетически детерминированное. Вот и вам, пожалуйста, бета-клеточные восприимчивость в условиях окислительного стресса, например, как может произойти. Между прочим, есть такой препарат, который, например, антиоксидант, темпол, который ингибирует супероксид дисмутазу. Я вам показывал уже эту активную форму кислорода. Вы посмотрите, под влиянием этого препарата, темпол, предотвращена бета-клеточная дисфункция в ответ на гипергликемию. Это удивительная вещь. Значит, посмотрите, что может ожидать, скажем, в той же терапии. Почему мы сегодня это обсуждаем? Варианты возможного действительно радикального лечения диабета. Правильно? В этом плане. Поэтому генетическое, фармакологическое, как вы видите, повышение способности бета-клеток, вызвав суперэкспрессию того же глютатион-пероксидазы, который является антиоксидантом, или лечением темполом и в инвиво, и инвитро, показало вот эти результаты. Ну а теперь действительно самый такой дискуссионный вопрос, что действительно бета-клетка вот так уязвима этим окислительным стрессом, как думают, что у человека это, вот слабость этой структуры и так далее. Это мнение распространено. Но эффективный вот этот адаптационный ответ на окислительный стресс, который только что я вам показал даже на темполе, а тем более специальная линия, например, крыс, гото-какизаки, у которых как раз в этой, как говорится, модели крыс, повышена экспрессия антиоксидантов, причем глютатионов в первую очередь. И вдруг оказывается, что они, как говорится, не заболевают диабетом. Они не заболевают диабетом. То есть вот такой антиоксидант и такое воздействие, несмотря на то, что вот окислительный стресс и тому подобное, они не вызвали ухудшения. Эти исследования ин витро показали, что образование вот этих активных форм кислорода в клетках максимально бывает плюс еще, когда низкий никотинамидин и клюотид восстановленный. Таким образом, вполне возможно, что действительно НАТФАЖ, зависимая антиоксидантная система, хорошо работает в бета-клетках, они защищают клетки от окислительного стресса и апоптоза, например, в условиях гипергликемии. И это та область, в которой могут сегодня работать ученые для того, чтобы действительно, ин виво, то есть в организме человека, суметь создать эту модель. Но диабет, вопрос, связано ли действительно со стрессом или нет. Если углубиться в понятие, то мы видим, что стресс этот может быть микроскопический, и стресс может быть системный для развития. Мы с вами воспринимаем диабет на сегодня широкие врачебные круги, как системный стресс, потерян гормон, регулирующий уровень глюкозы, то есть потерян инсулин, снижено. Но на самом деле, помните, мы всегда говорим, установление сегодня диабета не говорит о том, что он вчера заболел, да? Это десятилетие, говорила UKPDS, 8-12 лет назад. А я вам скажу, что еще дальше назад. Потому что 8-10 лет назад началась потеря гормона, снижение его. А вот этот микроскопический стресс, воспаление под влиянием провоспалительных цитокинов, блокада выработки инсулина поджелудочной железой постепенно. Вот в чем дело. Сегодня изучают этот микроскопический стресс. Именно микроскопический стресс осуществляется в эндоплазматическом ретикулуме. Вы посмотрите, что делает эндоплазматический ретикулум. Вы посмотрите, сборка белка на рыбосоме. Потом фолдинг этого протеина, да? То есть сборка, сборка его. То есть окончательно, скажем, тогда заданную трехмерную структуру принимает этот белок. И, наконец, значит, эти белки сворачиваются в эти структуры. Вы видите, да, ниточка, постепенно смотрите фолдинг. И, наконец, вот вы видите трехмерная структура. Таким образом, то, что сегодня микроскопический стресс лежит в основе развития диабета, сомнений нет. Вы посмотрите. Потому что это стресс эндоплазматического ретикулума. Во всех клетках эндоплазматического ретикулума, да, мы можем сказать, что происходят процессы, которые должны обрабатывать и свертывать синтезируемые белки в этом ретикулуме. Вы посмотрите. Для бета-клеток это особое значение имеет. Потому что у них очень специализированная функция. Очень. Это синтез и секреция инсулина в этом отношении. И вот давайте мы посмотрим сейчас эндоплазматический ретикулум. Долго думал, я вам честно скажу, может быть, целые две недели. Как представить мне это? В каком виде? Пришлось вот так. Вы видите склад? Склад. Как там аккуратно? Хозяева посмотрели. Как они аккуратно сложили? Вы видите эти руины после войн, разрушений, бомбежек? А теперь смотрите. Если принять бета-клетку за миниатюрную, я вам уже сказал, фабрику эндоплазматического ретикулум, это в этой фабрике конечный пункт, где идет отгрузка склада со склада. А что должны отгружать инсулин в эндоплазматическом ретикулуме? Место, где конечный продукт красиво упаковывается, правильно? Снабжается адресными этикетками, отправляется адресату, значит, к месту назначения. Вот так мы можем сегодня представить, например, бета-клетка фабрика, и в этой фабрике, вот он эндоплазматический ретикулум, конечное место, где уже упаковка идет. Таким образом, я вам скажу, что эндоплазматический ретикулум здоровых людей похож на хорошо организованный склад. Все упаковано, все обработано и так далее. А вот вы видите, в ходе эндоплазматического стресса, о котором я вам сказал, те же окислительные стрессы, те же свободные радикалы, то это просто руины. И вот представьте себе, все это раскидано, разбросано по цеху упаковочному и так далее. Ну и тогда организм, как говорится, человек, он такой, что хозяин любит порядок. Тогда ему такой склад не нравится и не нужен. Что он делает? Решает проблему радикально. Он практически до основания сжигает фабрику и закрывает склад. Напоминаем еще раз, фабрика кто была? Бета-клетка. А склад кто был? Эндоплазматический ретикулум в этой клетке. Вот и все. Вот вам как произошло микроскопический стресс. И он пришел к гибели, привел. Синтез клеточных белков, смотрите, это кто такие? Это строительные единицы, рабочие любой клетки. И они во все биологические процессы вовлечены. Чтобы участвовать в данных процессах, эти белки не могут, как могу, так и присутствую. Да нет. Понимаете, эти рабочие, которые сегодня на стройке, что говорят цивилизованные? Они в комбинезоне, они, как говорится, в своей специальной каске и так далее. Они определенный цвет и так далее. Так и в организме. Они должны быть уложены определенным образом в третичную структуру. В третичную структуру. Поэтому эти белки клеточные, как внутри, так и поверхностные, они все в эндоплазматическом ретикуле синтезируются. Им надлежит свернуться. Надлежит свернуться, прежде чем транспортироваться оттуда. И вот эти изменения в эндоплазматическом ретикулуме, которые происходят на фоне вот этого стресса микроскопического, порождают механизм реакции несвернутых белков. Они несвернуты. Что-то произошло, значит, в этой клетке. Что такое в этом плане? А клетки человеческого организма ведь, по сути, синтезируют тысячи белковых молекул в виде аминокислотных цепей. Мы все вам говорим, инсулин 51, аминокислота, там, я не знаю, АКТГ 39, аминокислот, там, скажем, и так далее. Цепептид 14, аминокислот. Все это, вот оно, что происходит. Они должны быть, вы видите, вот они свернуты, вот внизу в этих схемах, да? Посмотрите. И при этом транскрипционные всевозможные активности присутствуют. Генетические определенных хромосомов, которые способствуют вот этому всевозможному. Чтобы аминокислотные цепи могли, вот эти, инсулин, АКТГ, тероксин и любые, чтобы они справлялись со своими задачами, они должны быть свернуты в сложную третичную структуру в этом плане. Вот, если же этот процесс нарушен, они могут нанести вред клетке, вред даже вот этой клетке, понимаете? Или же они просто валяются в этой клетке, как мусор, совершенно бесполезные для нашего организма и для этой клетки. Любые клетки с этой целью, мало ли что ослабла клетка, какая функция? Помощников имеют шапероны, они спокойно сидят в этой клетке. Вот это специфические белки, они сидят в этой клетке, пока вдруг не видят, что вот эти синтезированные белки не могут сворачиваться. И тогда они приходят на помощь. Они помогают этим другим белкам правильно сворачиваться в третичную структуру. Эти шапероны. И вот вы обратите внимание, да, ответ эндоплазматического ретикулума на этот стресс в этом плане. Когда в этом эндоплазматическом ретикулуме много неправильной структуры. Возникает реакция на несвернутые белки. И тогда повышаются целые ферментные системы, которые могут привести к выработке проапоптических белков. То есть апоптос вызывающих. Вот насколько не только они бесполезны, эти несвернутые белки. То, что я вам сказал, они даже вред могут нанести этой клетке. И вот таким образом через эти киназные системы вызвать даже апоптос целой этой клетки и так далее. Вот, а посмотрите, белки в клетке могут действительно подвергнуться мутации. Возможно, посмотрите. Или поврежденные. И они неправильно укладываются. Неправильно. Что произойдет? Амилоид надо превращаться. И начинаются вот эти белковые отложения, губительные, нерастворимые. Амилоид. Вы прекрасно говорите, амилоидоз там почек, амилоидоз там где-то еще. Вот оно как это происходит. Чтобы вы поняли глубинные процессы накопления этого амилоида. Это тоже таким образом, да, стресс эндоплазматического ретикулума. А вот этот шаперонный механизм таким образом, это и есть спасение в том числе и от этого амилоидоза. Шаперон, это английское слово, класс белков, главная функция которых состоит в восстановлении вот этой правильной третичной или четвертичной структуры, скажем, белков и так далее. Ну а теперь смотрите несвернутые белки. И вот эти несвернутые белки, когда они накапливаются необратимо в высоких концентрациях, да, гиперактивация идет сигнальных путей на вот эти несвернутые белки, целью которого является уничтожить эту клетку. Уничтожить клетку, в которой нет способности ни шапероном, ни самой клетке своими возможностями осуществить сворачивание этих белков. Вот, например, посмотрите, шаперон 60, ну еще его ГРО-Л, да, это очень большая лекция, я все остальные, шаперон 90 есть и так далее. Если ингибирована активность этого шаперона, вот который шаперон 60, а мы помним, да, помощники, это помощники сворачивать, если нет возможности. И вот посмотрите, это ингибирован этот помощник, и тогда белки, за сворачивание которых он отвечал, они не сворачиваются, и посмотрите, где они аккумулируются, на таком враждебном шапероне, скажем так, да, вы видите, да, дынак так называемый. А потом этот дынак отправляет их к протеазам и говорит, разрушайте его, все, я не буду тратить свою силу, как хотел тратить шаперон 60, не буду, все, давайте, и отправляет их туда. Эти данные позволяют предположить, что несвернутые белки, это неотъемлемая составляющая эндоплазматического ретикулума, который регулирует биосинтез проинсулина. Проинсулина. Люди и мыши, например, лишенные, смотрите, вот такого транскрипционной киназы, это киназа, да, перк, скажем, и так далее, да, они склонны к бета-клеточной недостаточности и диабету. Представляете, да? Вот, он может регулировать бета-клеточную пролиферацию, вот это киназа, дифференцировку в этом плане. Поэтому, в принципе, вот такие изменения. Апоптоз. Реакция на вот эти несвернутые таким образом белки, его сейчас широко применяют. Этот процесс активирует воспаление. Посредники, те вот цитокины провоспалительные, как, например, интерлейкин-1, который тоже запускает. Пути программированного апоптоза две. Вот это внешний путь апоптоза и внутренний митохондриальный. А мы говорим, апоптоз – это, значит, запрограммированная гибель клеток, в ходе которого потом восстанавливаются новые клетки в этом плане. Напоминаю, что апоптоз – греческое слово. Вам здесь в этом выражении одна часть слова, вам очень хорошо понятно. Птоз. Говорит апоптоз. Птоз. Опущение. Птоз века. Падение. Апо. Нист. В переводе – листопад. Вы поняли, да? Потому что апоптоз – запрограммированная гибель этих клеток, а затем восстановление новых клеток. Листопад – осенью запрограммированное выпадение, а потом снова восстановление на этом же дереве, так же, как и здесь. Вот откуда происходит, скажем, вот это. Так вот, есть внешний путь и есть внутренний путь апоптоза. А мы с вами разобрали митохондриальный, вот этот опасный, как говорится, правильно? Внешне запускают молекулы, связывающиеся с клеточными рецепторами смерти. Это и понятно. Рецепторы гибели, скажем, и так далее в этом плане. А внутренне реализуется то, что я сейчас вам показал. Микроскопический стресс через эндоплазматический ретикулум или активные формы кислорода, которые приводят к развитию митохондриальной дисфункции. Правильно в этом плане? Вот такая схема апоптоза. Но я вам должен сказать, что вообще вот этот стресс-сигналы, его еще говорят обоюдоострый меч или кинжал. Почему? А потому что он может абсолютно по-разному влиять. Вы только посмотрите. Может способствовать или адаптации к этому стрессу, или к апоптозу. Смотря какой баланс между типами передачи сигнала. Как этот сигнал проходит. И разработка новых стратегий для бета-клеточной защиты, чтобы мы спасли. Даже при первом типе. На основе ингибирования окислительного стресса, эндоплазматического стресса, например, требует полного представления, о чем я вам говорил, о переходе от бета-клеточной адаптации к бета-клеточному апоптозу в условиях метаболического стресса, как это происходит при сахарном диабете, плохо контролируемом, с хронической гипергликемией. Что получилось вот перед окончанием моей лекции? Вот эта часть. Посыл современным ученым. Как мы можем таким образом? Что нам сделать? Ведь у нас такая ситуация. Поэтому резервы поджелудочной железы, если мы будем учитывать, как устоять апоптозу, то вроде бы казалось, слушайте, миллиард бета-клеток в поджелудочной железе. Каждая клетка в минуту миллион молекул инсулина вырабатывает. При подобной ситуации, в масштабах всего организма, наверное, он не так уж и страшен, да? Имея поджелудочной железы миллиард бета-клеток. То есть, казалось бы, большинство из нас могут позволить себе роскошь, потерять их небольшое количество, подвергая свою железу метаболическому удару, как это мы сегодня делаем. Что случилось? Здесь уместно мне сказать, что в 90-х годах в мире, в 90-х, это уже почти в концу даже, 200 с чем-то миллионов диабетиков. Да, Елена Валерьевна, столько было. А сейчас уже 440 что-то миллионов, потому что на 1 января 1917 года 425 было, недавно прочитал, 440 что ли миллионов. Ну, слушайте, это что случилось? За такое короткое время, это же 20 лет прошло, как такое могло удвоиться за 20 лет? Это потому, что наши родители на себя не брали такую роскошь, позволить себе потерю этих бета-клеток, подвергая метаболическому вот этому стрессу. Иногда захлебываясь пить, значит, Кока-Колу, я там не знаю, значит, жиры сладкие, которые, вы посмотрите, восхищаются люди, когда видят пятиэтажный торт, а все эти пять этажей там два этажа бисквита. Все остальное кремом, как говорится, хотел как художник себя, как говорится, представить и восхитить аудиторию. Ведь едят все это, понимаете? Поэтому, если даже большинство, даже не меньшинство позволяют себе эту роскошь, проблема состоит в том, что у большого количества людей сжигается слишком много этих складов, где, вот помните, упаковка шла и так далее. Это вот вам, пожалуйста, в этом отношении. Поджелудочная железа, надо помнить, обладает не таким уж большим резервом, если эти клетки подвергаются апоптозу, то, конечно, оставшимся приходится работать за двоих, как на войне. Убили, как говорится, друга своего сослуживца, а он берет на себя, как говорится, на этой позиции и со своей, и его, как говорится, обязанности. В некой точке перелома баланс нарушается и, естественно, развивается сахарный диабет. Поэтому сегодня, если мы посмотрим, мы бы не задали вопрос, и что, Ашот Мусалыч, есть ли выход, то я должен остановиться на вот этом белке рекомбинантном человека, ТХНИП, там, или ТХНИП, ТХНИП, вот это вы видите, ТИРИОДОКСИН ИНТЕРЭКТИХ ПРОТЕИН, ТИРИОДОКСИН ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЙ БЕЛОК. ПАПА, такой автор, с авторами вместе, значит, говорят о том, что недооценен участник апоптоза, он, вот это TXNIP, который участвует в инициировании этого разрушительного стресса эндоплазматического ретикулума. Что вы, говорит, ее в тень бросили? Реакции на несвернутые белки, он виноват. Воспаление, гибель бета-клеток, он виноват. А вы, говорит, обсуждаете различные эти вопросы. Этот белок, таким образом, нам подсказывают, послушайте, должен стать мишенью новой для лекарственных препаратов. И тогда, может быть, мы предотвратим апоптоз на ранних этапах и действительно сохраним хотя бы то сохранное количество, которым уже пациент к нам приходит и так далее. Это молекула, стимулирующая развитие воспалительного процесса, который ведет к смерти клеток поджелудочной железы, которые именно бета-клеток. Он имеет отношение к обоим видам сахарного диабета. Вы представляете, как это можно будет спасти таким образом. Этот белок оказывает влияние на свободные радикалы, то есть их усугубляет, усиливает их действие, провоцирует бета-клетки на апоптоз в этом плане. Роль в регуляции секреции инсулина до сих пор спорная, поэтому, может быть, и нет четких, как говорится, действий и так далее. Противоположность некоторой представляет тиреодоксин, например, это уже отдельно взятый, как говорится, из этого части, вот этого рекомбинатного белка, только тиреодоксин. Важен, говорят, в механизме, наоборот, защиты. А что же тогда его подавило в этой комбинации, в этом плане? В дополнение тиреодоксин к антиоксидантной функции мог дать и противоапоптозные эффекты при взаимодействии с сигнальными молекулами в этом плане. И вы видите, на бета-клеточной выживаемости метаболизм изучается. Посмотрите. То есть он разный ест совершенно, к сожалению, противоположные механизмы, которые дает, как говорится, пока изучение этого белка. И, конечно, если мы посмотрим, например, вот нам известны ГПП-1, инсулин, они способны уменьшать экспрессию уже вот этого TXNIP, который как раз запускал гибель бета-клеток. И вы обратите внимание, они уменьшают его экспрессию. Еще один механизм ГПП-1 и его аналогов. Поэтому и объясняется благотворное действие на сахарном диабете второго типа. Может, это причина, что в свое время мы говорим о том, что аналоги ГПП-1 способны вызвать прориферацию бета-клеток. Как случилось? Путем подавления, таким образом, этого губительного, разрушающего фактора, инсулин и именно ГПП-1 блокируют его через активацию, видите, да, фосфоинозитол-трикиназу. Через него, таким образом. Но механизмы, к сожалению, до конца еще непонятны. Есть ситуации, когда вот этот белок, например, мутация уже к рождению. Вот, это внутриутробно. Вот такая спонтанная мутация у мышей, например. Представляете? И вот они толстеют, перекармливают их, хотят создать, стрептоза-тоцин вводят. А они, вы обратите внимание, никак не заболевают. Нету апоптоза препятствуется бета-клеток. Нет диабета. Вот что нам позволяет уже думать, что, ну хорошо, а почему действительно не может быть это мишенью для лекарства? Правильно? В этом плане. То есть эти мыши, они защищены от диабета и бета-клеточного механизма. Но точный механизм в этом плане, конечно, до сих пор еще не совсем понятен. И так заключая, мы видим у него двойная роль через разные домены молекулы, регуляция окислительного стресса и обмена веществ в условиях гипергликемии, естественно, а повышение глюкозы в крови и его экспрессия, порочный круг, который действительно будет усугублять таким образом гибель и развивать сахарный диабет. Поэтому я завершил, естественно, свою вот эту лекцию. И вроде бы именно в час, как и мне было дано в этом плане, мы и начали на минут 5-7 позже. Благодарю вас за внимание. Если есть вопросы к этой непростой теме, на самом деле эта лекция у меня очень большая, это я еще вчера старался сократить. Ну, я думаю, что на самом деле он дает какие-то надежды нам, правильно? И кроме того, активирует наше мышление в том плане, как опасна гипергликемия, в ходе которого увеличивается в бета-клетках несвернутый белок. Какой? Тот же инсулин, тот же амелин. И любой из них, и тогда организм не хочет сохранять подобную клетку, сжигает фабрику, бета-клетку, освобождается от нее. Мы так ее теряем. И тогда этот факт говорит о том, что надо действительно крайне активно бороться любыми сегодня методами с хронической гипергликемией. И только благодаря этому мы можем снизить экспрессию при норму гликемии. Именно еще такснип, вот этот, который является посредником, таким образом, этого апоптоза. Спасибо за ваше внимание.